В преддверии Дня России губернатор Тверской области Игорь Руденя в торжественной обстановке вручил награды и почетные звания за выдающиеся заслуги жителям региона. А юным жителям Тверской области вручили их первые паспорта. На мероприятие побывала наш корреспондент Наталья Чекет. В зале собрались представители самых разных профессий и сфер деятельности. Всего наград и почетных званий удостоены 22 жителя региона. В своем приветственном слове глава региона поздравил участников церемонии с предстоящим праздником Днем России. Мы честуем нашу любимую родину, уникальную страну с тысячелетней цивилизацией, великолепной историей и культурой, огромным природным богатством и уникальными, сильными духом людьми. Наши граждане всегда в трудный час вставали плечом к плечу на защиту отчизны и побеждали всех, кто хотел разрушить нашу страну, лишить нас свободы, независимости. По поручению президента Российской Федерации Игорь Руденя вручил орден Александра Невского, участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину Тверской области Ивану Евгеньевичу Колодкевичу. Я очень благодарен, что меня пригласили сюда, получение высочайшей награды, которые можно вообще есть. Я пошел большой свой жизненный путь, начиная с Ленинграда. Большое время я проводил это в Ржевской битве, где участвовал в защите нашей родной области. Сегодня честовали участников специальной военной операции, которые с честью и мужеством исполняют служебный долг. Медаль за отвагу вручили Дмитрию Поморову. В составе бригады с первых дней мы начали принимать участие в специальной военной операции. Достойно представляем рот войск, артиллерии и ракетные войска. Уже многие люди, солдаты награждены государственными наградами. Есть один командир батареи, уже трижды награжден государственными наградами. Это свидетельствует о том, что бригада достойно громит противника, приближает с каждым днем победу. Среди награждаемых представители творческих профессий. Звание почетный журналист Тверской области удостоен заместитель генерального директора, главный редактор телеканала Тверской проспект Дмитрий Нечаев. Как рассказывает Дмитрий Леонидович, желание заниматься журналистикой появилось еще в юношеские годы. И вот почти 30 лет он в профессии. Как в любой другой публичной профессии, самое главное для реализации такого человека, который хочет реализоваться на этом поприще, это признание аудитории. Если люди тебе доверяют, если люди тебе внемлют, то дальше ты уже можешь претендовать на какие-то звания, на какие-то награды. Но это уже такая, скажем, формальная фиксация того, чего ты добился большим, долгим, многолетним трудом. Сохранению и приумножению выдающегося наследия Тверского края посвятила свою трудовую биографию Татьяна Куюкина, которой вручен почетный знак губернатора Тверской области, крест святого Михаила Тверского. Мне кажется, что такие высокие награды – это всегда преодоление каких-то трудностей, каких-то невозможностей. И поэтому для меня это неожиданно, почетно, гордо. Когда ты занимаешься любимой профессией и видишь перспективу развития своего учреждения, то ты это не воспринимаешь как трудности. Это получается, что ты просто живешь и осуществляешь какое-то дело. Почетный знак Тверской области – слава матери. Губернатор вручил Елене Быковой из Санковского округа. Слава отца – Александру Мешкову из Кисовогорского округа. В их семьях воспитывается по пять детей. Семья у нас трое мальчишек, двое девчонок. Старшей дочери в 18 лет, младшему 9 июля исполнится два года сыну. Стараемся заниматься спортом. Все посещали обязательно у меня лыжные секции. Дочь младшая увлекается футболом, периодически есть на районные соревнованиях. Пяти школьникам из Кувшинова, Пена, Ржева и Калининского округа губернатор вручил главный для каждого жителя нашей страны документ – паспорт.